Итак, соответственно, мы поговорили в прошлый раз о том, что современный исторический подход в гуманитарных науках, а инструментоведение, естественно, является гуманитарным науком, он был выработан такой фигурой, как Вильгельм Дильтей, в конце 19-го, начале 20-го столетия. Это видный европейский мыслитель того времени. До этого сама по себе любая историческая дисциплина, вне зависимости от истории как таковой или истории музыкальных инструментов, представляла собой достаточно разрозненную картину. Это было либо разновидностью литературы, то есть, ну, допустим, можно на эту тему почитать какие-нибудь хроники Монгутского, английские хроники. Но это скорее художественные произведения. В них одинаковое количество исторических фактов, а наряду с историческими фактами, там можно много прочитать про Мерлина, например, как он помогал королю Артуру. Так что, то есть, там не отделяется вымысел от правды. Да по большому счету, до изобретения музеев и вообще исторического мышления, до его сформирования, вымысел от правды реальной не особенно отличался. И то, и другое просто рассказывали деды и не помнят. Другой дискурс, это дискурс как раз именно бытовой, вот совсем не литературный. Это именно парадидоз. Это тоже часть исторических сведений, с которыми приходится работать, просто ввиду того, что часто других нет. Третий дискурс, до Дильтеевский, это дискурс естественных наук. А с чем он обусловлен? Он обусловлен идеей прогресса. Как вы сами понимаете, к наукам, к гуманитарным идея прогресса имеет сомнительное отношение на самом деле. То есть, тогда нужно говорить о том, что Бах писал музыку хорошо, Моцарт лучше, Бетховен еще лучше. Лучше всех пишут музыку сегодня, завтра будет писать еще лучше. Так действительно происходит в науках естественно. То есть, если вы хотите серьезно заниматься естественными науками, то не нужно тратить время на то, чтобы читать книгу, которая написана 40 лет назад. Да, она уже устарела давным-давно морально абсолютно. То есть, максимум 5 лет назад. В исключительных случаях, если область редко задействуется в науке, ну 10 лет. То есть, если вы даже спустя 10 лет будете писать диссертацию на абсолютно такую же тему, которая уже защищалась, то у вас может быть мотивация в том, что уже сами базы научные данных устареют. Вы полностью просто обновляете взгляд на эту же тему. И это будет абсолютно адекватно. Но к гуманитарным наукам, повторюсь, это мало применительно. И второе, неприменительное, перешедшее из естественных наук к гуманитарным до дильта, это было то, что опыт ставился. То есть, нужно было экспериментальное подтверждение данных. Ну, а в гуманитарных науках это вообще почти нет. Поэтому к ним и относились как к наукам сомнительным, к наукам второсортным, потому что их сложно, можно, почти невозможно верифицировать, их информацию. Это всего лишь взгляд. И, наконец, последний дискурс, который работал с этими науками до дильта, это философий дискурс. Это наиболее, наверное, приемлемо, потому что это все-таки рассматривалось с какой-то высоко-художественной точки зрения. Был взгляд более объективный, но терялась историческая конкретика. Философия, как правило, не работает с исторической конкретикой. Это более отстраненный взгляд. В этом его силы, в этом его слабости. И в две работы дильта, которые появляются в начале 20-го века, это введение в науки о духе 1908 года. Науки о духе – это наша наука. Все, которые вы здесь проводите. То есть гуманитар. То есть науки о том, что делает человек. Об искусстве, о культуре. В этом смысле слово «дух» надо понимать. А не в смысле, что он вызывал дух. И, соответственно, вторая его работа по строению исторического метода в науках о духе – это 1910 год. Это вообще базовая работа для гуманитарных наук любых. Там он вводит такое понятие, как герменевтика. Герменевтика, несмотря на то, что слово страшное для вас возможно, это то, чем вы занимаетесь ежедневно. Это интерпретация. То есть до дильты обоснованного метода интерпретации не существовало. То есть он впервые его вводит в науку. И именно с него, по большому счету, начинаются все гуманитарные науки, как научное знание. Поэтому инструментоведение, как одна из таких дисциплин, опять повторюсь, инструментоведение, не является акустикой. Акустика – это раздел физики, это естественно. Инструментоведение рассматривает это с художественной точки зрения. Хотя и включает черты данных акустики. Поэтому инструментоведение наука очень молодая в каком-то смысле. Потому что первые работы, включающие в себя о нововведении дильты, появились в 20-е годы, 20-е годы. То есть этой науке еще нет даже 100 лет. Другой парадокс, о котором мы говорили в прошлый раз, это то, что невозможно датировать первую музыкальную практику. То есть два предмета у инструментоведения. Это исполнительство музыкальных инструментов и их использование в музыке. То есть история инструментов и история инструментовки. Первая, я условно это называю первая практика, то есть история инструментов. Ее начало датировать невозможно никаким образом, потому что оно появилось тогда, когда еще даже не было письменной речи, в принципе, как таково. Самые древние инструменты находят, их датируют примерно 40 тысяч лет назад. Для сравнения, самый-самый древний город, который вообще был сенсацией для науки, открытый не так давно, я то читал Хьюк, это примерно около десятого тысячелетия назад. То есть инструменты появились в четыре раза на более длительном расстоянии от нас, чем первый населенный пункт. Соответственно, как вы, думаю, отлично понимаете, сохранившийся музыкальный инструмент лишь указывает на то, что инструментов тогда уже было очень много. Потому что навряд ли история настолько была щедра, что даровала нам первый созданный инструмент в чистом и неизмененном виде. Более того, этот инструмент очень сложный, мы сегодня его посмотрим, я о нем расскажу. А первые инструменты, скорее всего, были просто камни, выстукивание ритма. Поэтому определить этот инструмент, этот камень служил в качестве музыкального средства для выстукивания ритма, или им разбивали череп ближнему своему, то это ни один физик вам не сможет сказать. Потому что это можно было совмещать приятные споры. Сначала ближний мог разбить череп, а потом в музыку поскучать. Или наоборот. Поэтому датировать, собственно, появление первых музыкальных инструментов не представляется возможным. Я думаю, что его нужно датировать абсолютно теми же цифрами, что и датирует появление Homo sapiens agrius. То есть примерно 200 тысяч. Примерно 200 тысяч. Прогресс тогда двигался очень медленно. Если в 40 тысяч мы уже имеем очень сложный музыкальный инструмент, то примерно 300 тысяч. Что говорит об принципиальной взаимосвязи человека и искусства в принципе. То есть человек никогда не существовал без искусства. Без искусства человек является животным. И, наконец, самое забавное, что я только что вам сказал, что, дескать, инструментоведение, наука молодая, значит, наука современная относительно. Но вот появление инструментовки как осмысленного феномена, это современная наука, тоже датировать адекватно не может. Почему? Слишком много различных точек зрения. Я вам просто приведу несколько, и вы сами поймете, что и почему. Можно считать началом инструментовки, то есть осознанного применения тех или иных инструментов, средневековые консорты. Почему? Потому что в них впервые используются однотипные инструменты различной слуковой высоты. Что такое консорты? Это монотембровые музыкальные инструменты. Музыкальный ансамбль. То есть флейты от маленьких до больших, но только флейты. Или там трубы от маленьких до больших. Обычно тромбонные консорты. От собранного до низкого инструмента. Могло быть 5-6, а могло быть и 20-30. Не обязательно они все были разные. Соответственно, так как в консортах уже был задействован принцип отбора однотипных инструментов, можно условно говорить, что оттуда начинается искусство инструментовки. Примерно в это же время как раз появляются первые более-менее осмысленные трактаты по музыкальным инструментам. Это условно примерно XII-XIII века. Понятно, что Боэций был раньше, но там и описанием более путанное, так скажем. Другая точка зрения, это уже начало XVII столетия, это оркестр эпохи Возрождения. То есть позднего Возрождения, эпохи маньеризма даже корректнее называть. Хотя в музыке обычно это называют все-таки эпоха Возрождения. В музыке Возрождение наступило значительно позже. Почему к этой эпохе относят начало инструментовки? Потому что именно в это время появляются первые партитуры. То есть оркестровую музыку так или иначе стали натировать. Консорты играли по слуху. Они никак не надеялись. Партитурами эти партитуры назвать на самом деле сложно. Эти пятистрочники. Это пятистрочники, в которых не подписано то, что играет. Это просто пять ведущих голосов. Они распределялись капельмейстером каждого театра между теми исполнителями, которые у него были в наличии. Их могло быть и двадцать пять, и сто, и пять, которые написаны. Мы посмотрим эти партитуры, когда речь дойдет об этой эпохе. Сейчас я вам лишь обозначиваю точки отсчета инструментовки, которые могут потенциально быть в начале этого явления. Другое, тоже претендующее на начало явления, это оркестры эпохи барокко. Прежде всего, начиная с люли. Почему? Потому что впервые, в отличие от оркестров Монтеверди, эпохи Монтеверди, которые по большому счету были не оркестрами, а в полном смысле этого слова куча инструментов. То есть конгломератом. Это любая куча инструментов, просто которые что-то играют на пять строчек. Оркестры эпохи люли, баха и генделя в большинстве своем имеют уже базу струнных лентитов. Или, по крайней мере, струнный квартет. То есть, когда виолончели и контрабасы единственную строчку играют одинаково, в октаву просто. Но там появляется какая-то системность. Хотя, как свидетельствует практика, эта музыка на самом деле редко исполнилась струнными смычковыми. И то, что мы сейчас замечательно слушаем и знаем, как в кончерте Гросси того же Карелли, струнные, они, в общем, не исполнялись ни струнными. Струнные – это только база. А духовые там советовал что-то исполнять Кабельмейстер. Это не натеровалось. Но это уже базовое разделение. На инструмент, который играет всю ткань, почему-то, потому что дышать не надо. Можно сколько угодно играть. И инструмент, который раскрашивает, расцвечивает эту ткань – это духовые. То есть, уже заложено основополагающее разделение для оркестровой игры. То есть, часть инструментов являются сольными, а часть – групповыми. Вот это самое важное. Без этого, на самом деле, по большому счету, оркестровая игра не совсем является оркестровой игрой. Хотя и были парадоксальные явления, где это менялось местами. Покажу ей такие примеры. Когда духовых было на партию по 12 габоев, а скрипочка была одна. Уверен, что ее не было слышно. Но это никого не интересовало. Партитура должна была выглядеть на бумаге, прежде всего. Это пережиток, причастующий. Наконец, следующее явление – это оркестр классицистский. Классицистский оркестр идеален чем? Это первый в истории полностью унифицированный состав. То есть, люди решили, что вообще хорошо бы музыку разную играть, которую в других местах пишется. Например, в Вене, ту, которая написана в Париже. Или в Италии, которая написана в Лондоне. Но везде были разные составы. Абсолютно. И тогда умные люди в то время, в частности, стамицы, семейство стамицы, прикинули, а какой минимальный состав везде есть. А минимальный состав оказался следующий. А струнный квартет – это может быть и реальный квартет, и умноженный группой, да? То есть струнный оркестр. И два деревянных духовых писалось так, что все равно каких. То есть, в среднем на тесторе. Может быть флейта, может быть капа. Кларнет тогда не был инструмента базового, да, оркестрового. И два, соответственно, медных. Опять же, это могли быть трубы, могли быть алтарны. Опять же, тромбон в оркестре не использовал. И чего они добились? Они добились того, что музыка стала распространяться по выборам. Это величайшее достижение. Если вы посмотрите, именно для такого состава написано большинство ранних симфоний Моцарта. То есть, это композитор чуть более позднего поколения, чем струнный. То есть, две строчки, две строчки и струнный квартет. Иногда по трубам еще играли литавры. Всегда две ноты. Кто никогда не играл? Два карта. Следующий состав, с которого тоже по целому ряду параметров можно считать начало инструментовки, это, собственно, двойной состав симфонического оркеста. То есть, бетховенский оркест. Бетховена всегда любят очень жалеть за то, что он оглох, но на самом деле именно это позволило ему создать инструментовку как новое. А почему? Потому что оглох он не мгновенно, а постепенно. И он уже отлично владел оркестром. И значит, надо было очень-очень быстро сообразить и создать систему, как не слыша музыки в реальном времени, она бы гарантированно звучала хорошо. И создается функциональная инструментовка, которую, собственно, вы и проходили в колледже, будете проходить в визу. Другие, более сложные инструментовки проходят только композиторы. Эмоциональная инструментовка, в чем ее особенность? В том, что фортепианный материал распределяется на оркестр таким образом, чтобы он звучал так же, просто в укрупненном виде, в оркестровом виде. Все остальные типы инструментовки предполагают уже более существенные изменения материала. То есть, Бетховен, на самом деле, говорю, с ним судьба сыграла не только злую, но и очень радобную шутку. То есть, он бы не стал Бетховеном, если бы с ним не случилась такая пакость. По крайней мере, он бы не занял настолько видного места в истории культуры, потому что именно он сформировал основу функциональной инструментовки. Более того, у раннего Бетховена видно, что он пользовался колористической. Но он от нее отказался, потому что для того, чтобы писать колористическую инструментовку, надо слышать, слышать процесс. Ее нельзя писать только внутренним слухом. Тем более, что внутренний слух, как подтвердит любой психолог, он со временем бежает. То есть, внутренний слух вне подкрепления реальной практикой со временем выхолощивается и перестает быть столь совершенным, даже если это абсолютный. Вот такая вот беда. Но это заметно на, допустим, примере другого классика, тоже оглохшего, сметанное. Но поздние его сочинения, увы, не отличаются на структуры. Просто человек оглох и прожил достаточно долго после этого. Ну и организм у всех раз. Правильно? У кого-то он покрепче, а у кого-то он послабше. Соответственно, следующее место, откуда можно считать современную инструментовку, да и само начало, по большому счету, инструментовки, это Вагнеровский оркестр. Тройной состав. Опять же, почему? Ну, во-первых, все, что вы знаете по оркестру, как вы играете на нем, да, то есть дирижер, палочка, мануал, это все придумал Вагнер. Вагнер не только создает тройной состав симфонического оркестра, как базу, но он и придумал полностью арт, мануальную технику дирижера. Он развернулся публике спиной, он стал активно использовать палочку. Палочка уже применялась для него, но очень редко. Редко Вебером и Шпором. У Вагнера это стало базой. А, этого есть целый ряд объяснений, в которые я не полезу. Но смысл в чем? Смысл в том, что до этого дирижер был одним из оркестрантов. То есть, как правило, он сидел за клавесином или портителем. Даже когда рояль не выписан в партитурах, он присутствовал. Есть отличное интервью Йозефа Гайдина, целый сводовое интервью. Он был достаточно известным человеком, его охотно интервьюировали. И когда он приезжал последний раз в Лондон, а это 90-е годы 18-го столетия, то есть уже Моцарта не было, он исполнял свои симфонии, сидя за роялем. Так вот, если вы откроете любую из этих симфоний, никакого рояля там в помине нет. Понимаете? Вот что он за ним делал, явно не просто сидел. Играл что-то. Поэтому до Вагнера была вот эта практика. И дирижер, он был как бы, он лидер среди исполнителей. Ну как принято до сих пор многими исполнителями играть фортепианные концерты Бетхобера? Без дирижера. То есть дирижирует сам исполнитель. У Вагнера это принципиально новый концепт. И в чем отличие? Понимаете, в чем отличие ансамблевой игры от оркестровой? Не в количестве инструментов, а в степени агогики, агогической свободы. Когда человек играет соло, он зависит только, а, от своего вкуса, и, б, от своих технических возможностей. То есть больше ничем его агогика не скована. Когда он играет в ансамбле, он зависит от своих коллег, чтобы целое не нарушить. Он должен перенимать манеру их игры, и, естественно, они должны договориться. Поэтому самые хорошие исполнения это сыгранные коллективы, те, которые много лет вместе играют. И, наконец, последняя фаза, это оркестр. В оркестре агогической свободы отдельно взятый музыкант, по сути, почти не обладает. Ей обладает один человек, который в то же время не играл. То есть, по сути, нотный текст и агогика в оркестровой игре разделены между исполнителями и дирижатами. И поэтому, то есть, оркестровая игра, даже если это будет ансамбль с дирижером и большой оркестр, типа персимфанс, без дирижера, персимфанс будет ансамблем, а этот ансамбль с дирижером будет оркестром. Понимаете? Потому что принципы совершенно иные. Вот этот принцип разделения нот и агогики, это принцип совершенно фундаментальный. Но, к сожалению, не всегда очевиден. То есть, если говоришь вот эти вещи музыкантам, они удивляются. Более того, я даже не знаю, написано ли это где. Не встречал. Хотя, кажется, очевидная вещь. Поэтому Вагнеровский оркестр, это не просто тройной состав. Это позволило в руки дирижера отдать уже столь сложную фактуру, которая и породила музыку 19-20 века. До Вагнера такой гибкой фактуры, естественно, быть не могло, потому что не было и дирижера в полном смысле этого слова. А сами представляете себе, оркестранты же, они никогда по партитурам-то не играли. Ну, только квартеты во время награды. А, соответственно, если у вас там строчечка, а дирижера нет, значит, должно быть просто инотный текст. Правильно? Иначе просто вы ничего не сыграете. Следующий этап, откуда, опять же, можно начать историю инструментовки, это, собственно, классики симфонизма. То есть, Маляр, Рихард Штраус, Стравинский. Где составы оркестра доходят до предела возможного. Ну, в частности, симфония тысячи участников. Она так не просто так называется, на примере было даже больше. Есть замечательные фотографии того времени. Я вживую такого количества не видел. Хотя вживую я ее слышу. Она очень редко исполняется, потому что нужно половину зала снимать, все балконы нужно снимать, чтобы забивать исполнителями. Да, во-вторых, сколько нужно исполнителей найти на это. Но это, конечно, впечатление производит совершенно фантастическое. Потому что это не то же самое, как усилители в колонках. Это настоящий живой звук. Это лавина, которая в прямом смысле действует не только на нервы, на психику нашу, но и на физику, на соматику, на тело. Это совершенно потрясающе. Когда вибрирует сам пол. Просто от звука. И не от громкого. Он объемный. Он не резкий. Он просто пол. Наконец, следующий этап, опять от которого можно начать инструментовку, это, собственно, становление стандартизации в области записи партитуры. Это происходит тогда, когда появляются союзы композиторов. То есть в 20-е годы. Сначала в Европе, потом у нас, но с опозданием. Вот в Кашке, наверное. Вообще, союз композиторов создал Рига Штанц. Как организацию. И тогда появляются правила графического оформления нотного текста. На самом деле, как бы нам не казались привычны, на первый взгляд, партитуры Синцанса или Чайковского, если мы реально возьмем оригинал, то есть рукопись, вопросов будет очень много. Просто настолько много по нотам, реально, какие ноты играть. Потому что, например, в некоторых случаях автор считает, что бемоль в такте распространяется только на одну строчку. То есть на октаву выше он уже не действует. Очень часто такое у Чайковского. Или у Синцанса по-прежнему до его смерти, он в 21-м году 20-го века, используется запись, когда в виолончельной партии, если записано сначала басовый ключ, а потом скрипичный, значит скрипичный нужно играть на одну октаву ниже. Это традиционная, классическая для эпохи Гайдена-Моцарта и Бетховена запись. Но ей пользуются Синцанс и Винсан-Денди, композиторы, которые дожили до 20-го столетия. То есть скрипичный ключ не транспонировал, только в том случае, если стоял басовый, потом теноровый, а потом скрипичный. Если был плавный переход, тогда скрипичный ключ не являлся транспонирующим. Если не плавный, более того, если виолончельная пьеса начиналась со скрипичного ключа, на октаву ниже, он становится транспонирующим. Эти вещи совсем не очевидны. Почему? Потому что даже у многих авторов в разных портитурах они придерживались разной системы записи. И понять эти ноты, грамотно их издать сейчас, иногда не представляется возможным. Одна из моих профессий – это текстолог. То есть я работаю с архивными нотами, то есть с рукописями, подлинниками. И те ноты, которые вы знаете по изданным вариантам, это совсем не то же самое, даже когда речь идет о Шостаковиче. А я ввел в архив Шостаковича, Дмитрия Дмитриевича. Такая классика, типа квинтета струнного, но он совсем другой. То есть то, что мы знаем, как в большинстве случаев поступали издатели до середины XX века. То есть если есть две или три версии авторских сочинений, они не издавали эти все три версии, они делали из трех одну. То есть получалась гарантированно та версия, которую автор точно не писал. То есть ну типа жалко, добро пропадает. Написал же, надо туда же воткнуть. Так что вот этот момент, он на самом деле очень важный. Остановление графической записи, графическое прооформление. Наконец, в XX веке появляется совершенно феноменальный состав, это симфониата. Что такое симфониата? Это не, я имею в виду, не жанр, как маленькая симфония, а состав оркестра. Это когда всех по одному. То есть струнные тоже становятся сольными. То есть одна флейта, один флейта, один флейта, одна скрипка. Это очень популярный жанр для XX века. О чем он говорит? А он говорит о том, что, понимаете, в каком случае скрипка может своей громкостью, даже не громкостью, а своими возможностями переиграть тромбон, допустим. Только если скрипка будет играть скрипичный материал, а тромбон – тромбон, они будут настолько далеки эстетически, что мы будем слышать и то, и другое. Это единственный возможный способ. И именно это мы видим в партитурах Стравинского, Щенберга и так далее. То есть нарушается базовый принцип фундаментальной и функциональной инструментовки Бетховена. Там оркестр был большим роялем. То есть не играла скрипка-скрипичный материал. Она играла просто мелодию, просто фактуру. Все подряд играла, что было написано в кладбище. А здесь же материал, как иронизировал Пьер Булес над Стравинским, но я не вижу здесь ничего плохого. Он писал, что такое впечатление, что каждую партию написал тот музыкант, которому его надо было играть. На самом деле это не так, потому что партии Стравинского достаточно сложные. Но они очень четко раскрывают сущность того инструмента, для которого они написаны. И это опять переворот. Принципиальный переворот, вообще подход к мышлению, к инструментовке. Можно сказать, что именно отсюда началась инструментовка, так как впервые инструмент стал играть ту музыку, которая раскрывает именно его потенциал. И, наконец, следующие два явления. Это камерные ансамбли с дирижером. Они появились со второй половины 20-го столетия, вплоть до того, что квартетом дирижеруют. Ну, не струнным, это уже чересчур, а разношерстным квартетом. Лично писал такие сочинения, их активно заказывают в романе. То есть малый ансамбль, который исполняется с дирижером. Своя специфика. Специфика по-прежнему оркестровой, а не ансамблью игры. То есть можно писать очень-очень-очень сложный вид. Потому что стоит дирижер, показывает. Более того, скорее всего, в большинстве случаев такие пьесы пишутся все на 4 части. Вне зависимости от их размера. Размер представляется акцентами. Четко и десятка. А все-то может быть даже разный размер. Просто они все вписаны в эти четыре удовольника. Очень удобно на самом деле. Никто никогда не сольется. Так некоторые дирижеры переписывали партитуру Стравинской. На 4 четверти, но естественно с полным сохранением всех. Получалось. А Стравинскому даже понравилось, пока он не узнал. А на слух ему понравилось. Задокументированный исторический факт. Так что получалось. Я вообще считаю, что это обуховская система. Вот такой дирижер обухов. И я считаю, что это неплохая система. Его же, кстати, система записи все в цены. Без транспорта. То есть в партиях. В транспорте у дирижера все в цены. Это было связано с тем, что музыка стала уже настолько сложной по гармонии, что транспонировать все эти голоса в разные стороны, а если посмотрите партитуры Стравинского, там и S-кларнет, и B, и A, ничего только там нету. Я уже думал, может. То есть это мозг может заклинить. Могев же так писал все в цены. Да, это обуховская система, потому что Прокофьев, по большому счету, он французский композит, он, скажем, русско-французский. Слишком его музыка обогащена обеими культурами, и русской, и французской. А обухов, он тоже, несмотря на происхождение русского, он французский держит. Он все же не жил в Париже. А Нигер, то есть все композиторы Франции, которые во времени такие, наиболее известные, тоже писали в этой же системе. И, наконец, последнее. То есть, кажется, только все устаканилось. Сложилась графическая система оформления текста. Сложилось правильное использование музыкальных инструментов. То есть, правильное, в смысле, соразмерное с их спецификой. И появляются две фигуры. А, в 60-е годы Хельмут Лахенман со своей реформой, который придумал пару десятков новых приемов в игре. Для всех существующих инструментов они стали классическими. И, спустя 20 лет, появляется Сальваторе Шхеррино, который и еще больше приемов. То есть, вплоть до всех типов лыжелетов на струнных, на самом деле на струнных, в абсолютно в каждом месте можно издречь лыжелет. Просто он будет давать не ноту, а властер. Очень высокий, красивый. Иногда аккорды. Просто другое дело, что это нужно разыгрывать, чтобы эти ноты звучали. Инструмент. И получается, как только все сложилось, все полностью опять вышло из-под ног. И перспективы для дальнейшего развития просто необразумены. Оба этих авторов живы. Это классики современной европейской музыки. С Хельмутом Лахинманом я имел счастье встречаться, приезжал к нам в столицу. Выдающийся мастер. Действительно настоящий мастер. Хотя лично я больше симпатизирую Сальватору Шхеррино. Вот это лент. Их реформа – это действительно уникальность. И теперь перед каждым сочинением прилагается легенда. Страница так, нацать. Когда написано, что, как играть. Там описываются все эти приемы. Все эти приемы не выдумываются теми авторами, которые это пишут. Это такие же традиционные приемы, как Пицциката раньше. Просто эта легенда берется, раз написанная вот этими композиторами, и прилагается к тем сочинениям, в которых используются эти приемы. А используются они в большинстве европейских партитур. В Америке немножко не так. Ведь европейских – ну в 90% партитур. То есть это классика. Я беседовал с музыкантами ансамбля Вещерча. И мне, например, флейтист рассказывал, что он записал на тисок более ста различных аккордов. Мультифон. Более ста. А клейнетистка мне показывала полную глиссанду хроматическую через весь диапазон. Я не слышал, где она меняет колбасу. Это медленно-медленно пластичная глиссанда через весь диапазон. От малых аккордов до четверых аккордов. Это не Лайк Гершвин. Не Лайк Гершвин. Не Лайк Гершвин, да? Не Лайк Гершвин, да? Вот. Которые пишут Лайк Гершвин. Как в блюзовой фантазии. А там это быстро проскакивает просто, кто как фаршлаг, кто правда глисс играет. А такое нормальное, через весь диапазон. Кстати, Шьярина очень много для нее писала. Они вместе с этой выключили. Вот такая непростая история у дисциплины. То есть, понимаете, все из обозначенных мной исторических точек претендуют на то, чтобы быть действительно началом инструментовки как исторического финала. Поэтому сказать, когда она действительно началась, невозможно. Можно просто констатировать о том, что это вот инструментовка эпохи средних веков. Инструментовка эпохи возрождения и так далее. Но эти инструментовки, я бы даже не сказал, что одна вытекает из другой. Это просто разные системы. Они не представляют собой закономерно последовательного ряда. Я, в частности, говорил, что инструментовка колористическая была уже у Бетховина. Если бы он не оглох, вполне возможно, что его мысль бы развивалась именно в этом. Тогда, возможно, функциональная инструментовка в Европе бы вообще не состоялась, как таково. Вот, пожалуйста. То есть, функциональная, получается, не обязательно предшествует колористической. Это просто об этом свидетельствует сам исторический факт. И, соответственно, мы начинаем историю инструментов уже подробно смотреть. От самых-самых древних времен. Но сразу же скажу, что охватить этот объем полностью невозможно. Я помню, не так давно еще, когда я учился в Гнесинской академии, там защищалась докторская диссертация на тему описи музыкальных инструментов. То есть, бывает такой жанр у диссертации, как каталогизация. То есть, человек собрал все существующие, которые ему удалось найти, материалы по самым разным инструментам мира и попытался их распределить по определенным группам. С ссылками, когда инструмент одинаковый, имеет разные названия. А такого сплошь, да? В разных странах по-разному может называться один же тот же инструмент. Либо, наоборот, когда название одно и то же, а инструмент совершенно другой. И такого тоже сплошь. Более того, даже в современной практике обычной оркестровой игры, если речь идет о ударных инструментах, или о духовом оркестре, там тоже такая беда бывает. Ну, в частности, тенор и баретон. Как и у нас называют, и как и называют на Западе. Соответственно, историю я дам только самые-самые опорные точки. Причем, возможно, они даже волонтаристские. То есть, возможно, это просто мой выбор. Потому что, если я буду вам реально серьезно читать историю музыкальных инструментов, ну, это пару лет. Это минимум пару лет. А нам надо еще и сами инструменты посмотреть. Посмотреть их специфику. Современно в использовании. Поэтому, начнем, естественно, с того, о чем я уже говорил. Это знаменитая флейта. Самый-самый первый инструмент, который был найден. У меня сегодня есть материал раздаточный. Я не захотел пользоваться услугами фанатеки сегодня. Держите. На ваш лет. Это на ваш лет. Это на ваш. Смотрите, а я буду комментировать. Соответственно, вот эта замечательная пленка. Она была обнаружена Николасом Коновым в 2008 году. То есть, совсем недавно. В Штутгарте, недалеко от Штутгарта, в пещере Полые Скалы. Эта флейта в длину примерно 22 сантиметра. Не маленькая флейта. Она сделана из гучевой кости грифа. Достаточно тонкая и полая кость. И в ней абсолютно очевидно, что эта флейта была еще длиннее. Потому что пятое отверстие сколото. То есть, кость у грифа не закончилась. И там, где было пятое отверстие, скорее всего, оно сколото не в момент изготовления, а просто от возраста. Там же Николасу Коноводу удалось найти уникальные инструменты. Чем они были уникальны? С одной стороны, они примитивнее, чем эта флейта. Здесь пять отверстий, а там три-четыре. Но они парные. А это значит, что на них играли одновременно. Ну, вы видите, там вот парные инструменты. То есть, здесь обвязывалось жилой, и они закреплялись. И можно было играть на одной бурдон, а на другой мелодию. И этот бурдон тоже можно было менять. Протянутый там. Как на АВЛОСе. Как на технике, где говорили, на АВЛОСе. Поэтому трудно сказать, что из этих инструментов более современно. С одной стороны, пять отверстий на флейте. Но это мало чем отличается от современной была флейта. А представьте, какая эпоха. Насколько это давнее время. Представьте просто, что сейчас, если пойти в музыкальную школу и посмотреть, как люди пытаются научить детей синхронизировать работу правой и левой руки. Следующая беда. Поначалу. Правильно. А здесь идет речь о людях, чьим основным научным достижением было изобретение каменного скребла. Понимаете? То есть, их главный пик научной мысли было каменное скребло. Этим они принципиально отличались от обезьян. Но этот инструмент несоизмеримо превосходит их контекст. И это уникально. С другой стороны, парные флейты в каком-то смысле даже сложнее. Они позволяют извлекать многоколассие. Изначально многоколассие. То есть, это говорит о том, что искусство несоизмеримо превосходило уровень цивилизации на момент ее появления. А это говорит о том, что искусство, как подтверждают новейшие достижения архетипической психологии, оно превосходит человека. Оно демонстрирует его потенциал. То, что в юнгяне называется понятием самость. Бывает я, это маленькая такая штука. А бывает самость, это то, чем это я может быть. Во всех вариантах появления. Оно несоизмеримо его превосходит. И вот эти архетипы, изначально заложенные в нас структуры, более сложные, чем инстинкты, не соизмеримо более сложные, они и выражались в этих музыкальных произведениях. Почему музыкальные произведения изначально были связаны с культом? Потому что ощущение архетипа и сейчас всегда воспринимается человеческим существом, как влияние некого божества. Можно это по-разному называть, или божество, или вдохновение, но ощущение воздействия архетипа человек всегда является им захваченным. Ну, например, когда вы на кого-то злитесь и не можете остановиться. Больза от этого ноль, а вы не можете. Вы захвачены архетипом. И вот это чувство, оно каждому знакомо. Да, архетипов множествует, нельзя исчезть, но они стандартны для всех людей. Они общие. Что и позволило Юнгу сделать свою концепцию коллективного бессознательного. То есть эти архетипы являются такими же тождественными функциями восприятия жизни внутренней, как наши органы чувств, жизни внешнего. И доказательством юнгианской концепции, а Юнг умер в 60-е годы 20 века, это находка 2008 года, является находкой Николаса Коногода. То, что искусство, как выразитель архетипа, предшествует цивилизации. И предшествует ей, судя по всему, но очень многое. То есть музыкальные инструменты сделали человека человека, а не человек, а делать нечего, сделал музыкальный инструмент. То есть когда он делал музыкальный инструмент, он даже не знал, зачем он это делал. Он просто повиновался, как животное повинуется, инстинкту, он повиновался архетипу. Его самораскредит. Вот такая удивительная теория, которая сейчас является, пожалуй, одной из самых базовых в современной науке. Соответственно, что же было дальше? Дальше я пропускаю Шумеракат, потому что, на самом деле, там много противоречий, много сложностей. Прочитал Хьюг по музыке. Вообще информации пока ноль, хотя я сайт за сайтом слежу подробно, он на английском языке, кстати, советую всем, кому интересно. Посмотри, прекрасный сайт, почитал Хьюгу. Самый древний город в мире. То есть до того, как его открыли, считалось, что человеческой цивилизации в два раза меньше лет. Ровно в два раза. То есть читалось примерно от времени пирамид, то есть это пятое тысячелетие до нашей эры, а это десятое тысячелетие. То есть от нас до пирамид на самом деле чуть-чуть меньше времени, чем от пирамид до Читалхи-Люка. Можете себе представить, какая это древность. И причем там нормальный город, там куча фотографий современных, от современной раскопки в Анатолии идут, в Турция. Абсолютно нормальный город. Ну да, со своими, там общественные туалеты были. Цивилизация. Там было разделение ремесел. Десять тысяч человек жило. Нормальный такой подмосковный городишек. Соответственно, я тем не менее это пропускаю, потому что, повторюсь, информации именно по музыке не так много по шумя-ракаду и по вавиланию. Наиболее же хорошо изученной из древних цивилизаций это Древний Гиппет. В Древнем Гиппете фактически каждый черб застенократил. Поэтому о Древнем Гиппете ученые знают достаточно много. Прежде всего, я имею в виду современную гипотологию, потому что не все было доступно, не все читалось до современного момента. но вот такая информация. Информация актуальнейшая. Информация, которую я буду давать по Египту, она от Виктора Солкина. Это претендент нашей ассоциации египтологии. Замечательный исследователь. Кому интересно, смотрите его лекции или живую ходите. Я считаю, что это самый лучший лектор Москвы в принципе. как он читает лекции. Никто в Москве не читает лекции. Итак, соответственно, египетская цивилизация оставила нам изображения музыкальных инструментов, датируемые примерно 30-м веком до Новой Эрны. То есть, это еще додинастический Египет. Египет до Фаралана. Обучение на всех музыкальных инструментах входило в Египте в стандарт образования. То есть, на них учили всех, кого учили. Не рабов, понятно. Было в Египте и сольное, и хоровое пение. Более того, сохранилось даже наименование статуса дирижера. То есть, дирижеры существовали. Эмир Хесиу называлось дирижер. Но дирижер хора, я имею в виду. Так же, как в более поздних документах псалтири можно встретить часто фразу начальнику хора, обращение к начальнику хора. То есть, понятно, что псалмы тоже пелись, причем пелись хора. Игра на музыкальных инструментах в Египте очень сильно почиталась. Откуда это известно? Это известно по той причине, что с музыкальными инструментами изображались даже дочери фараона. Но если не сам фараон, то максимально статусные люди в империи. Более того, есть арфы с изображениями головы фараона, а это значит, что они гарантированы из семьи фараона. Навряд, я говорю, что повторюсь, что это именно фараон играл на этих инструментах, но дочери или кто-то из супруг, а там было полигамение, садят, супруг было много. И вот такая информация. Египетская музыка не знала полутона. До очень-очень позднего времени. То есть, если мы смотрим древнюю музыку, опять же, откуда известно? По настройке инструментов. То есть, не было никаких колков, определить можно просто подлиннее струн. Если натянуть такую жилу, то мы получим такой же звук, какой был в те далекие времена. И соответственно, это была тоновая музыка, диатоническая. Но со временем, после завоеваний кочевыми племенами, племенами синицкими, начинается внедрение полутона в гипертскую. и поздние инструменты уже обладают относительно хроматизированным звукорядом. Существовал в гипетской мифологии тоже бог музыки, Ихи. Это был сын богини Хадхуар. Хадхуар это богиня красоты. Это супруга бога Хуара, который являлся синонимом власти фараона. Так что весьма статусный такой бог в музыке получился. Какие же там были инструменты? Ну вот посмотрим картинку, что вы здесь видите. На фотографии инструмента как раз здесь две арпы приведены с головой фараона. Арпы с головой фараона как раз указывают на то, что эта арпа принадлежала царской семье. На изображениях на стенах заметна ансамблевая игра. В первом случае это дуэт арфы и лютник. Причем заметьте сколько струн на арфе уже много. Струн на арфе было от четырех до двадцати. Четыре когда была диатоника и до двадцати когда появляется храматика. И наконец внизу вообще большой ансамбль причем смешанного типа. Есть ударные инструменты типа тарелочек маленькая девушка женщина. Потом инструмент типа авласа двойная плейка и двойной гобой. Лютня и опять же арха многостронгная. И наконец с самого боку вы видите лютню. Относительно лютни вообще очень интересная такая информация. Дело в том что лютни появились в Египте после нападений семитских кочевых племен. Это говорит о том что лютня инструмент на самом деле азиатского происхождения. Ближневосточного происхождения. Но в чем принципиальная разница? Дело в том что в Азии очень долго даже спустя после египетской культуры на инструментах типа лютни которые могли как угодно называться понятно в каждом ауле по-своему но суть одна и та же играли пальцами щипком а в Египте на них играли плекторы то есть инструменты которые мы сейчас знаем по русскому народному оркестру типа дом или мандолина если брать итальянский традиционный состав то это инструменты перенявшие по сути игру из древней египетской культуры понятно что очень очень опосредованно а не напрямую но тем не менее плекторная игра изначально в Европе и в Ближнем Востоке появилась именно из Египта а инструмент типа балалайки опять же та же лютня тип тот же да принцип лютня это инструмент который имеет сугубо получается азиатский потому что пальцы не плектор гитара смежно занимает позицию да смотри чем на ней играть плектор или пальцы другим важнейшим музыкальным инструментом Египта являлись ударные инструменты в частности систер тут целая философия на них играли только жрицы на них играли не просто только жрицы на них играли всегда я не преувеличиваю это слово вообще всегда безостаново именно жрицы выходили последовательно в раме должен был звучать шум систер почему потому что звук это жизнь а молчание это смерть это философия если вы посмотрите не знаю даже какие-нибудь новые киноленты типа какой-нибудь гравитации да вы поймете почему молчание это смерть и почему звук это жизнь любой звук что любое колебание уже говорит о том что это хоть каким-то образом пригодно для человека и поэтому в рамах всегда шумели систеры это просто металлические погремушки вообще систер название не египетское в египте вообще дошло до нас очень мало названий именно египетских либо греческих либо латинских ну да в случае латинская систру это от слова трести потрясаемый то есть погремушка по-русски и эти погремушки с которыми в частности изображалась сама богиня Хатхор а есть еще с лицом богиня Хатхор вот соответственно эти сестры звучали в прямом смысле слова на протяжении всей египетской цивилизации а египетская цивилизация у нас как началась закончиться 100 больше 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 всех других цивилизаций это 30 веков до новой эры и разрушение там библиотеки в Александрии это уже первые века новой наверное как-то же люди менялись по времени понятно что не так долго трясли не один человек а очень много людей чтобы шум был всегда чтобы ровно как и в некоторых храмах всегда горел огонь туда всегда подливали масло и он горел всегда пока не пришли христиане ни Рим ни Греция ни завоеватели кочевники не могли в этом был символ жизни то есть звук это жизнь это очень высокое понимание музыки то есть в принципе здесь музыка выполняла роль фундаментального определяющего начала в жизни культуры она не должна была прекратить это намного выше чем может показаться на первый взгляд что там погремушки и так оно и есть опять же тем кто не был в прошлый раз отсылаю к своей лекции природа музыкального искусства она есть в сети она есть и в изданном варианте и много где печаталось это абсолютно уникальный в том смысле что больше вы его нигде не прочтете материал но по тому какую роль выполняет музыка в культуре в принципе то есть чем вы занимаетесь какую роль музыка выполняет потому что самое забавное это если спросить музыканта зачем нужна музыка в самом лучшем случае тебя пошлют потому что будет хуже если попытаются ответить тогда подумаешь лучше пошел потому что это действительно так потому что люди занимаются чем-то понять что заняться музыкой и заниматься этим хорошо но этим люди как правило начинают рано заниматься вне осознанном возрасте а что такое осознанный возраст ну если верить конституции российской федерации то это 14-16 лет соответственно а если верить психологам то в принципе так и нет в большинстве случаев ну на струнных инструментах ну вот я начал учиться на скрипке два с половиной года а личность человека формируется в пять лет то есть человека нет а скрипач есть уже как факт более того уже играющий к пяти годам и понимаете то есть поэтому я во многом и оставил этот инструмент хотя даже после травмы играл вполне прилично и мог бы сделать себе хорошую карьеру но просто я выбрал ту специальность которую я уже выбирал в осознанном возрасте которая не давлела бы надо мной а я бы ей управлял этими этими идеями этими концептами а не как профессия допустим скрипача который начинает учиться два с половиной года а таких таким не с числа если ты реально хочешь нормально скрипать научиться играть надо учить два с половиной ну в три ну в четыре играю потом начнутся куча проблем а так же как язык надо учить рано чтобы реально хорошо научиться вот соответственно в египетской культуре было еще одно интереснейшее явление это хейронамия это дирижирование дирижерская техника вот на этом изображении отлично это есть только вот никто мне толком не мог никогда объяснить почему дирижер дирижирует одним музыкантом то есть зачем он дирижирует это понятно то есть он знаками различными показывал что нужно играть нотации не существовало сугубо устная традиция разные знаки графические показывали что нужно исполнить но если один точно знает что нужно исполнить почему бы ему просто это нельзя и не сыграть зачем он одному музыкантом потому что не умел играть все умели играть образование обязывало всех играть а я не думаю что тогда была настолько развита эстетика что отличали именно очень хорошие исполняют очень плохого важно было сам факт исполнения ритуальное действие не музыка как концерт а звук я нужен и до меня дошла одна простая мысль опять же нигде не высказанная то что понимаете это ритуал тот кто показывал он находился в определенном состоянии транса он молился он не мог играть на духовом инструменте он произносил внутренние слова и как бы впадая в этот транс молитву он бессознательно показывал те или иные знаки а музыкант следуя его советам исполнял ту музыку которая являлась в полном смысле связью с богами то есть если понимать под богами именно бессознательное человека а по другому я лично простите не могу понимать то это в прямом смысле слова связь с богами а бессознательное оно действительно не наше это когда в одном из последних интервью Карла Густава Юнга спросили типа вот что вы думаете самым главным заблуждением человечества это знаете если я вам скажу что у вас много комплексов то вы ну скажите ну да я вам ничего такого нового не сказал а я вам скажу что у вас нет комплекса вообще ни у кого нет комплекса это выгод есть у комплекса знаете вот это гениальная мысль то что наше бессознательное оно в прямом смысле что оно не наше мы о нем ничего не знаем но это вещь которая постоянно в нас функционирует то есть ну достаточно себе привести такой факт что мы видим сны не только ночью а всегда то есть человек постоянно видит сны просто он их может осознать только когда сознание пригасает так же как когда солнце днем светит звезды же все равно есть на ней они же никуда не деваются просто более яркий свет заглушает более тускл когда восходит сознание эти сны мы не видим мы не можем их контролировать но они происходят а самое это страшное что любой вам физиолог скажет что мы всегда и на уровне сосудов и на уровне нервов реагируем на любой сон сон страшно мы там дергаться начинаем сердце с соберением очищается а когда мы не спим мы так же на него реагируем только мы этого не замечаем вообще понимаете то есть говорить о том что бессознательно это мы некорректно поэтому говорить что это боги именно во множественном числе потому что архетипов много это было правильно и то что они были с разными мордами это тоже было правильно это по крайней мере идеально соответствует совершенно современной научной картине мира то есть в данном случае на самом деле у египтян как мне объяснял Виктор Солкин не было многобожия у них был единый бог который мог представить в разных аватарах и эти аватары были ничем иным как разными функциями ипостасями бога ну типа грозный бог будет в виде сермет допустим бог как власть фараона как бог бог как воскрешение умершего как осирис и так далее да бог как солнце как ага и так далее то есть речь шла не о том что это боги разные о том что они намекали на конкретное действие бога как бы мы не хотели выделить допустим культуру иудео-христианскую но там то же самое если вы почитаете пяти книжные Моисеева там 72 имени бога то есть бог назывался таким образом в русском переводе везде бог но если мы возьмем иврит там каждый раз будет разное имя в зависимости от того что делает этот бог это грозный бог это милостивый бог это бог дарящий или бог взыскующий а что у греков тоже так считалось? с греками отдельная история маловероятно у египтян абсолютно точно потому что это предвечное божество изображалось оно изображалось как некое синкретическое божество в теле Осириса с головой хмума и обязательно зеленого цвета зеленый цвет жизни причем жизни подлинной вечной это божество не имело имени соответственно к чему я это клоню а к тому что вот такое понимание божества наиболее близкая концепция коллективного цвета эти архетипы они действительно разные они действительно относятся именно к разным функциям гнева любви зависти страха и так далее но у большинства людей так скажем у всех людей просто с небольшими отличиями они все таки одинаковы и то есть в каком то смысле это боги если они живут во всех да и они одинаковы они идентичны более того они способны нами управлять но думаю мало кто есть такие прям йогины крутые которые никогда не гневались когда не нужно или не злились когда не нужно вот то есть понятно что аффекты нас могут полностью захватить вот даже самых-самых продвинутых психологов психоаналитик вот такая веселая и в то же время весьма интересная ситуация с музыкой была в Египте то есть их понимание культуры надо понимать понимаете германифтически как я уже говорил дильты да придумал систему то есть нужно пытаться вжиться в ту систему а не думать о чуваки зверушкам поклонялись котиков постили да нет котиков не постили зверушкам не поклонялись но выражение графическое которое они давали своим божествам оно в принципе верно по нему все понятно даже не нужно читать историю тех или иных божеств если вы неплохо разбираетесь в символике вы уже понимаете что персонифицирует это божество что касается инструментов духовых то я уже говорил была двойная плейта была одинарная плейта и были трубы интереснейший феномен то что в интернете нигде нет этого Виктор Солкин к сожалению не предоставил мне эту видео фотографию точнее но он показывал это на своих семинарах были уже сурдины на друг то есть во времена даже Рамзеса Великого то есть времена мифического исхода Израиля из Египта до которого никогда не было потому что опять же сказал в Египте каждый чир записан за стеной графе и никогда никаких евреев там не было поэтому они по определению оттуда выйти не могли и поэтому не нужно ломать себе голову как перед ними расступилась красная мода потому что этот миф надо интерпретировать как очень глубокий мудрый миф потому что в нем реальности значительно больше чем если интерпретировать его как блюдовую правду что тоже опять же говорит о том что до сих пор многие люди не поняли метода Дильтея и пытаются в книге которая уникальна именно своей насказательности читать буквально ну тогда придется забыть о науке полностью вот что собственно многие делают что касательно труб представляете себе примерно 15 век до нашей эры сурдины зачем сурдины на военных трубах Виктор предположил что для того чтобы менять тембр то есть разный знак сурдины без сурдины разный сигнал а я предполагаю что так как в эту эпоху на самом деле трубе были уже у многих племен даже то есть можно было свой сигнал спутать с чужим если ставить в трубу сурдины они дают звук тихий только если очень слабо дуть а если дуть сильно то они дают звук более резкий чем звук без сурдины да он может не столько полетный но он значительно резче потому что воздух натыкается на сурдину и возвращается назад и звучит зуд соответственно это позволяло во первых отличить своих от чужих потому что сурдины нигде больше точно не практиковались а во вторых это позволяло в какой-то момент боя когда гомон и рев сделать звук более слышимым потому что звук с сурдиной или там застопленный звук уголторный как сейчас применяется в оркестровой игре но это всегда знак внимания даже в современных симфонических партитурных это привлекает очень слух и там думаю роль была примерно та же самая вот что касательно музыки египетской пойдем дальше что касательно музыки древней Греции то там было ну не так уж много музыкальных инструментов а у нас уже урок подходит к концу до какого часа скажите тридцать пять шесть 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 пять сорок пять сорок тогда я не буду Грецию давать я вам музыку включу греческую просто чтобы вы бы себе примерно представили естественно если говорить об ее аутентичности то она абсолютно то есть музыкальная запись нотация греческая если и сохранилась она не поддается вашим это невозможно она записывалась буквами что значили эти буквы непонятно то есть непонятно это означало ритм это означало нотку или это означало целый мотив а могло означать целую мелодию типа просто буквы могли означать например первую букву всем известной мелодии на которой нужно петь тот или иной слог поэтому греческая музыка как музыка не дошла все что вы можете встретить в сети это можете сами столько же это это просто реконструкция то есть люди наигрывают чего-то на аутентичных инструментах но вот греческие инструменты сохранились хорошо не столько даже сами сколько а есть очень хорошее описание греческие как делать инструменты более того вам скажу есть даже древние греческие трактаты как делать трости для област с подробным описанием как их делать так что в данном случае как бы восстановить инструмент легко есть строжайшие системы настройки этих инструментов описанные подробнейшим образом поэтому то что называется сейчас древнегреческая музыка это что-то наимпровизированное в манере там мукама макома рак только в более европизированной манере но на аутентичных инструментах интерес представляют прежде всего сами инструменты как они звучат ну вот в частности гефара ну вот и давай что делаем что делаем что делаем что делаем на аутентичные инструменты и вот 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 что вот как вот или вот есть И, наконец, «Авла» Двойной дробой или двойной планет Одна нота бурдон, а другая дробой Сохранилось около 60 фрагментов нотации греков У греков нотация существовала, но опять же повторюсь, это невменная нотация Невменная нотация невосстановима То есть невма лишь напоминает тому, кто и так знает, что нужно делать, что нужно делать Если вы не знаете, что нужно делать, по нервной нотации восстановить музыку невозможно Понимаете, если взять любое хорошее стихотворение, которое вы отлично знаете, но вам нужны подсказки То есть вы берете первые буквы, и вы узнаете точно, что и зачем вы делаете А если вы не знаете этого стихотворения, что вам дадут эти первые буквы? Ничего, абсолютно Вот таким же образом записывалась невменная нотация Все записались в бумажечки, да? Давайте, запишитесь И тогда, если нет никаких вопросов, до следующего Продолжение следует... Продолжение следует...